Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Отец наш Небесный, молим Тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа, пребудь с нами, чтобы мы всегда были в истине Твоей, Господи. Научи нас страху Твоему, Господи, чтобы мы были мудрыми во все дни жизни нашей земной. И обрели вечную жизнь, пребывая в страхе Господней. Тебе слава с вами, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и в веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие Таана, 3 глава, 13 стих. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Толкование. Не считай меня за пророка, сущего от земли, посланного Богом учить, но считай меня сшедшим свыше, как Сына, а не от земли сущим. Никто из пророков не восходил на небо, а только я один имею взойти, как и не шел. Так и здесь говорится, что с неба сшел Сын Человеческий, потому что Он одно лицо и одна ипостась. Потом, чтобы ты, услышав сшедший, не подумал, что сшедший уже не находится на небе, говорит, сущий на небесах. Итак, услышав, что сшел, не подумай, что я не нахожусь там, но я и здесь присутствую телесно, и там восседаю с Отцом по Божеству. 15 стих. 14-15 стихи. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесен он быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Толкование. «Сказав прежде о возрождении через крещение, говорит потом уже и о благодеянии, совершенном для нас через крест». «Ибо крест и смерть – причина благодати, подаваемая нам через крещение, так как при крещении изображаем смерть Господню. Там подобие змея, имеющая вид змея, но не имеющая яда. Так и здесь Господь – человек, но свободный от яда греха, пришедший в подобие плоти греха, то есть в подобие плоти, подлежащей греху. «Но сам не есть плоть греха, тогда взирающие избегали телесной смерти, а мы избегаем духовной. Тогда повешенный исцелял от ужаления змей, а ныне Христос исцеляет язвы от дракона мысленного». «Вознестись, понимай так, быть прославленным, ибо крест стал поистине высотой и славой Христа, в чем он казался осужденным, тем осудил князя мира сего». «Объясню несколько. Адам умер по справедливости, потому что согрешил. Господь умер не по долгу справедливости, потому что не согрешил. До распятия Господа смерть справедливо властвовала над людьми. А как Господь оказался безгрешным, то дьявол что мог найти в нем заслужащего смерти? А как он был умершлен несправедливо, то победил умертвившего его, и таким образом освободил и Адама от смерти, справедливо причиненной ему, как согрешившему». В Англиотана, 3 глава, 16-17 стихи. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Толкование. «Любовь Бога к миру велика, и до того простерлась, что Он отдал не ангела, не пророка, но Сына Своего, и притом Единородного». 1 Иоанна, 4-9. «Велико и недомыслимо для человека то, что всякий верующий в Него получил два блага. Одно, чтобы не погиб, другое, чтобы имел жизнь, и притом вечную. Так как два пришествия Христовы, одно уже бывшее, а другое будущее, то о первом пришествии говорит, что Сын не послан, чтобы судить мир. Потому что если бы Он для сего пришел, то все были бы осуждены, так как все согрешили, как и Павел говорит римлянам 3.23. Но преимущественно для того пришел, чтобы спасти мир. А второе пришествие будет решительно для того, чтобы судить всех и воздать каждому по делам его». «О страхе Божьем сегодня читали. Мы в взрослом состоянии не будем его иметь, если мы в детях не воспитаем этот страх Божий. А сейчас это модно, говорят. «Дети должны быть с родителями, как друзья. А стало быть, и страха не должно быть. Они должны не бояться родителей. Ну как это? Почему они должны бояться родителей-то? Они должны любить друг друга. А если нет страха, без страха тогда ничего не будет. Тогда она пойдет туда, куда ее позовут. Кто угодно. И далеко не в каждом из наших детей можно увидеть этот страх. Поэтому есть о чем подумать. А страх и сделан. Мы можем только отвергать, что без страха можно жить. Это глупость просто. Так же, как сказал безумный сердце своем «нет Бога». Так и, стало быть, и страха нету. Зачем страх? Бога нет, а чего тогда бояться? Вот я живею в свое удовольствие. Ничего нечего бояться. Но страх придет все равно. И жизнь нас заставит бояться. Бояться ракетиров, бояться войны и чего угодно. Болезни, смерти. Страх присутствует везде. Но страх, ведущий к разумному поведению, только тот страх, который мы имеем в страх от Бога. Страх. Если пред Богом, прежде всего, будем иметь страх, чтобы не согрешить, вот тогда и будем жить правильно. Тогда и имеем возможность обрести вечную жизнь. Потому что, если мы будем в страхе Господнем, тогда будем разумно поступать всякий миг. На всякий миг нашей жизни земной. Слава Христу, что мы слышали сегодня слово святителя Иоанна Затауста в Страхе Божьей. Еще раз напомню нам об этом. Хотел добавить, что можно жить друзьями и родителям с детьми. При одном только условии. Если источник, из которого питаются и родители, и дети, духовный, будет один и тот же. Но это очень сложно. Поэтому и говорится, что должен быть учитель, должен быть ученик. И никогда еще такого не было. Хоть нам тут вундуркиндов рисуют, что там человек, там отца тот пять лет сочинял. Как бы там этого ни было, помогают всегда родители человеку прийти к тому осознанию, что можно жить друзьями с родителями без какого-то страха, что тебя накажут, что тебя пожурят, скажут, что ты неправильно это сделал. Так же, как говорится, что жена дома боится мужа. Она же не должна ждать, что он сейчас придет с калкой, и чем-то будет ее молотить сразу, бояться его. Она должна бояться не угодить ему, что она должна бояться, чтобы в доме не было конфликта. Вот чего, огорчить его, чтобы она не огорчала его своим поведением. Поэтому разные понимания одного и того же слова могут быть. И когда правильное понимание, тогда будет и мир, согласие, и любовь, и между детьми и родителями будут дружеские отношения, основанные, опять же, на страхе Божьем. И источник этот, это слово Божье. Я не закончил. Однозначно. И если и дети, и родители будут из этого источника, на этом источнике строить фундамент это будет, их отношений, это 100% они будут друзьями. Ну и стало быть, должна быть в семье, в каждой, мы тоже недавно читали эту проповедь, о том, что в каждой семье должна быть домашняя церковь. Если нет домашней церкви, так каждый сам по себе. Кто-то прочитал молитву, кто-то не прочитал. Это нет никакого контроля. Ну и все. Поэтому отсюда и пойдет все, на разброд и шатание. Нет единомыслия, потому что единомыслие может быть только в Слове Божьем. Когда одинаковое понимание, тогда и будет развиваться дальше семья, в одном русле. А волящик, Татьяна Кузьминичевна, Любовь Петровна, как там наша, дорогая сестра? Любовь Петровна, ну, в палате лежит, тут Люда у ней была. Из Ранимации ее перевели? Да, из Ранимации. Где она? Ну, просто скажи. Где лежит? Так, она лежит в кардиологическом центре, на четвертом этаже, в четвертой палате, вернее, на четвертом этаже. Ее переведут завтра на седьмой этаж. Она сказала, не знает какая палата точно. В общем-то, я к ней пришла, когда она вроде так нормально себя чувствовала, но я сразу обратила внимание на то, что она вся желтая. Руки, лицо, все такое. Не ярко прямо желтое, ну, вообще цвет желтый такой вот, бледно-желтый. И потом она даже мне, ну, как-то так обрадовалась. И прежде чем идти, я позвонила, потому что очень Оля, как-то очень огорчается ее сестра, что мы о ней спрашиваем. Вот Таня звонила ей, Ольге, я не позвонила, а я позвонила Любовь Петровне, сразу туда позвонила, ей, оказывается, Оля отдала телефон, который там у них есть, запасной. И я позвонила, я говорю, слушай, как ты там? Она говорит, ну, ничего, так еще не понимаю, как я. Я говорю, а можно я к тебе приду? Вот то-то, то-то я приготовила принести тебе. Она говорит, я хочу, приди. Ну, и, в общем-то, вот я сажилась в разрешение, я пришла там, то, что я приготовила, там она как бы... Но у нее нет аппетита, единственное состояние, у нее нет аппетита. И дело все в том, что вот эти все, что с ней происходило там, она это, в общем-то, не знает, ну, как бы не понимаю ее. Я говорит, спрашиваю, что со мной. Они мне не отвечают, говорят, тебе не нужно это знать. Тебе не нужно это знать. Ну, и я обратила внимание, раз она такая вот, это уже как медики знают, что она, я говорю, может быть, у тебя что-то там с желчным пузырем или, скорее всего, с печенью. А она говорит, какая это желчная, у меня уже вырезали. Ну, я тогда уже замолчала. Ну, не тут вырезали, а раньше еще была операция. В общем, вот такое, такое очень, такое огорчительное. И когда я еще позвонила второй раз ее, как на второй день, как у тебя состояние, она говорит, и она плачет, и говорит, мне очень плохо. Вчера и так, говорит, мне было плохо. И я, а я-то еду-то подписала, она же не ест так-то ничего, ей нужно как бы приносить оттуда еду. Я позвонила, говорю, Оленька, ты сходи к ней. Ты все-таки пронырнула. Смотри, какая. Давай меня отчитывать за то, что я сходила. Я говорю, я с разрешения у Любы пришла. Она меня очень там отчитывала. Я говорю, ты меня прости, но ты-то сегодня... Понятно. Значит, прежде чем пойти, нужно позвонить Любови Петровне. Спаси Христос. Теперь я вам конец как раз не сказала. Что нет? Вольте-то не надо, и Любовь Петровне не надо звонить. Нет, и Любовь Петровне не надо звонить. Любовь Петровне нужно, чтобы мы общались с ней. Пришли, что-то принесли, что-то не принесли. пообщались хотя бы полчаса. Разрешается, все дают. Прям дают одежду, ну это, и все дают. Заходите. Но только до семи, с пяти до семи, чтобы успели. Я час с ней общалась. И она очень так довольна. И люди, которые перестрадали, вот так вот, ей плохо было очень. Уже и смерть она была у нее. Непонятно еще дальше. И ей нужно общение. Понимаете, сестры? Ей просто общение. Нечего нести, просто пообщайтесь, придите. Ничего не надо. Она действительно, она мне сказала, у меня такой грех. Вы, говорит, помолитесь за меня. Я говорю, а что ты это? Я попросила своего цветова о том, чтобы у меня чревоугодие. Я стала полнеть. И поэтому, вот сейчас у меня нет аппетита. Я говорю, не выдумывай. Аппетит просто у тебя нет, потому что ты пережила такое вот состояние. И тебе нужно просто как-то есть. Она говорит, я смотрю, ест соседка помидор. Я хочу помидор. Она говорит, у меня больше нет. Но детали это не нужны. Я еще маленько скажу. У нас заболела еще Кудрявцева Галина Николаевна. Помолитесь о ней, потому что у нее состояние, конечно, она давно уже не домогает. Она задыхается. Она идет еле как немножко вот пройдет и останавливается. За нее надо молиться. Муж у нее тоже в плохом состоянии. Они вот еле как. Готовимся. И у них некому... А Оля спросила, она ходила с этим врачом поговорить, что у нее случилось-то. У нее что, забита какая-то вена была или что-то вот это вот забито было. Говорит, я не поняла какая, говорит. Ну, сказали, что будут прочищать. Виктор Андреевич улыбнулся снисходительно. Вот это вот такое. Мы уже вытащили эти штучки. Я уже понял. Как начинаем мы лечение там свое применять. Так, еще оборяющих кто у нас? Мы не присмотрим. Все есть? Ну, все так, вроде все присмотрим. Ну, вот Галя отвечала, мы в WhatsApp писали там, что Наташина мама добивается визу. Ну, вот Галя уже там спрашивала, что ей, да, что ей отказали. Но она снова там подает, пытается добиваться, но молиться продолжаем об этом. Визу, что в матерь мне или Наташи Курина? Вот так. Маме, в Америке. О семье Игоря Третьякова. Зачем бросить? Значит, он позвонил мне. Сначала сказал, что зачем я там эту бучу затеял. Я говорю, ну, чтобы ты вылез, наконец-то. Я говорю, без буча дать тебе не достать их, глубоко куда-то ушел. Он говорит, я не в московской патриархии, но ничего такого разумительного мне он не сказал. Нигде он, ну, как бы сказал, что работу нашел, и ему должен уехать, и вообще из города, вообще, наверное, с края даже. то я точно не знаю. Он ничего не сказал. Он говорит, я не могу сказать по причине, что у нас все снимается, и очень много любопытных. То есть, вот по такой причине он нам ничего не говорит. Я говорю, как это отражается на общине, причем здесь община-то, что мы там на любопытничали. Он говорит, ну, вот так ничего я не скажу. Я говорю, ну, ты хоть появишься? Ничего не знаю, короче. Ну, вот так вот. Ничего не понимаю. Вот видите, его нет. Ну, говорит, я буду уезжать. Он мне сказал. Я тебе скажу, что я уезжаю. Я говорю, ну, благодарю хоть на этом. То есть, ничего не понятно, и продолжать надо за брата молиться. Прости, Господи. Андрюша, как ты? Второй, как ты? Поправился? Пойдет. А? Пойдет? Пойдет? Ну, слава Богу, аллилуйя. Да что пойдет-то? До свадьбы заживет? Ого. Клюниться надо. Так. Значит, у батюшки был день рождения. День ангела. Вчера. Да. Значит, я полагаю, что мы как-нибудь должны собраться и подарок батюшке купить. Ну, говорили тут, вот Людмила Степановна, наверное, соберет наш денежки, да? Ну, я вначале куплю, потом, а потом соберем уже. Ну, сейчас можно собрать, чтобы купить. А батюшке, ну, как бы, желание такое... Ну, кто у нас... А, Севастян сказал, что ему нужно две рубашки просто купить. Такие тепленькие, вот к зиме. Можно разные купить. Разные? Можно одну теплее, одну. Да, вот-вот. Просто куплю. Просто размер точно... И с длинными рукавами. И с карманами. О, ну, это естественно. Да, карманы, чтобы застегивали. Конечно, это мы все уже знаем. Ну, гнать, я такой же все там... Зашиваемся. Так, еще, братья. Значит, Лихаев Петрович вчера привез уголь 6 тонн. Прошу любить и жаловать. Чтобы тепло у нас было в храме. Надо этот уголек перекидать в углярку. Глаза сразу в стороны. Кто у нас молодежь хочет себя проверить, сильные они или нет? Кто, кто, кто? Ручейком встали. Ручейком. Где ты видишь молодежь? Сильно и могучий. Ваня, скажите, я снимаю только. Мне нельзя лопать. Можно я просить, скажу? Я вот вчера наблюдала, я была здесь, с Мишей. Не представляю, сколько у него работы. Ему бедному присесть некогда, за весь день даже перекусить. Сколько он убирает эту территорию. Сколько здесь работы. Если бы кто-то мог приходить, конечно, он очень пожилой. Хоть немножко, спасили. Да. Он как сумасшедший. Это все, это крести, убирать, собирать, вывозить. Только туда-сюда вот. И уголь, и все. Хоть помолитесь за него, а? Надо, значит, делать субботники. Раз кто-то не может. Конечно. Молодежь у нас слабенькая вся. Да, они не хотят. Они из последних сил живут. Они не приучены. Так, ну и престольный праздник. Значит, в среду вечернее богослужение. И в четверг, утром богослужение. Батюшка приедет. Стыдно нам будет, когда мы на свой престольный праздник не придем. Страдь в пять часов. Конечно. Чей питья надо сделать, конечно. Батюшка просила об этом даже, по-моему. Вспомнить. Да, сказал. Что мы крестовозвеженская община все-таки. Может, несколько песенок, дети, чтобы рабочий день. Все будут дети в школе. Детей-то не будет как раз. Нет, ну придем. Ну ты сама там спой что-нибудь. Вот и спойте. Спейте. Мы один раз на крещение не пошли. Пошли в школу. У нас машина сбила. Мы теперь всегда в крещении. В истории брали будет крещение. Да, ну еще и кроме того, будет еще событие. Будет крещение. Мирончик будет креститься. Вы братьев. Крестовозвежен. Ну помоги Господи. Маме, от Синева. В среду в пять. В младенце Мирона, да. Ну как обычно. В среду, да. Последнее будет у нас богослужение вечера в пять часов. В среду. А потом будет уже в четыре часа. В субботу в четыре уже. После праздника. В субботу уже будет в четыре. В среду в пять. А в субботу уже будет в четыре. Запомнили? Передайте всем, кто отсутствует. Четыре. Еще у кого есть? Да, да. Еще вот, вот, вот. Владимир Пащенко уехал на Урал. Тихо. Просит молиться за путешествующего. Значит, поехал попроведывать родственников. Засвидетельствовать им о Христе. На скольчиках. На две недели. Две недели. И еще были такое искушение. Не могли. Игнарь Тихонович не мог выставлять ролики. Что-то было там с Ютубом. Неполадки. Помолились. И сейчас вроде все, слава богу, наладилось. А то уже мне народ начинает спрашивать, что случилось, что случилось. Уже привыкли люди, как вот. Вот что, крышу творящие. Он не выезжал на сайтах-то, хотел он там. Не знаю. Нет, пока конкурс там вроде, не знаю, там, не в курсе. Значит, и еще у меня вопрос к Василию. Ты где собираешься в этом году зимовать? Так у него два дома. У него два дома. Но эти два дома, они для зимы негодные. Они только летние. Они как конура. Они же хотели копеечку, что-то делать, делал, а мне не надо. Нет, не делал. Василий, ты помнишь басню Крылова «Стрекозай воровей»? Да, он ее начитал, в интернете она стоит. Ну, садоводстве буду зимовать. Что? Садоводстве буду зимовать. Садоводство? Садоводство. Садоводство. А кто запустит? Ну, уже все улажено. Ты как сторожем будешь там? Да. Он не хочет ничего сделать. И что, там уголь у них есть, да? Ну, вы будете сдачу еще. Дровами? Что, столько дров там много? Ну, у меня остальные дрова. Ну, понятно, но есть беспокойство, спросили, ответил человек, чтобы уладил свой вопрос. Уладил. Взрослый человек. У дроботов надо спросить, мы все-таки ответственны за них. Теперь, после сестры нашей, как у вас учеба, как дома? Вот Ваня. Как отец? А уголь с дровами есть? Есть. Все есть, у нас уголь с дровами есть. Картофель выкопали? Картофелям проблемы в этом году у нас почти не растет. В этом году как-то не получилось. Обычно у нас его много. А окучивали его? Да. Окучивали, пропавали. Пропавали все. Нет. Дело было в том, что у нас в прошлом году, когда кучу, очень большое количество картофеля выкопали, но дело было, тогда были дожди, были частые. Мы, в общем, картошку, она у нас мокрая стала, просушить времени не было. Нас мама поторопливала, говорила, давайте быстрее, давайте быстрее. В общем, мы ее сырую все положили в погреб. Часть у нас испортилась, часть мы съели, а та, которая более целая была, мы ее посадили. Но она оказалась больной, и одно поле вообще не выросло. Второе поле, которым я за обоими полями ухаживал, в течение лета дома сидел, за обоими ухаживал, но только второе у нас дало довольно-таки большой результат. И то, которое дома было. Два с половиной мешка, ну смешно, говорите. Всего? Конечно. А с того, который этот самый, второй, так сколько там-то выкопали? Какое? Ну, дома, а там где было еще у тебя? Да я и говорю. Все, все, все. Два с половиной мешка вообще. Это как слону дроби, на что там два с половиной мешка. Все вместе два с половиной мешка. И мешков 10 нарастить. Надо имели купить или потерять в лагере просить. Да, надо будет просить. Филипп просит, там полтора месяца с Нестором трудились, может быть им выделят пай какой-то. Может им дадут мешка два-то. Как с учебой у тебя, Ваня? Да нормально. Ну я сейчас вот эту неделю болел дома. Болел? Ну давай не пропускай. Ну простым, как? Температуре болело. Дома было. Да, да, завертый болел. Ничего себе. Еще всю неделю. У них вся группа болела по чинитону. У меня вот я смотрел, в ВК есть группа, я посмотрю и только поступают сообщения. Я заболел, меня не будет, я заболел, меня не будет, я заболел, меня не будет. Ну а ты поменьше болей, и тогда ты единственный будешь. Как у тебя дела? Как учебу? Нестор, учебу как? Все хорошо. Все хорошо? Двоих нет? Матери, держись. Дорогие сестры, а у нас кто-нибудь имеет общение с папой дроботом? Кто-нибудь? Я почему у вас спросила, потому что сегодня я подошла, я интересуюсь у детей, как у них с финансовыми делами. И как оказалось, что дети не видят тех денег, которые получает отец. То есть Енафа мне так сказала, мы живем на то, что... На какие вот эти, на наши доходы. Не знаю, вы получаете сейчас то, что от мамы пенсионный фонд... 9400. 9400. Да. На этой неделе не получила. Нет, я 9000 получила. 9000 получила. 9000 получила. Это потому, что тебе, Вань, заплатили еще июль. Ну сколько? Вообще будет по 8000 у них с копейкой. 8000. То есть вы уже получаете? На каждого? Как на все? А что уже? У нас такая забота. Как это отец получает? Сколько отец? 20 тысяч получает? Нет, он 8000, кажется. У него 8500 люди говорили. Так откуда 20? Тамара говорила 20. Нет. У Тамары 20. Он и... А почему он поделил? То есть он, получается, свою пенсию не дает на проживание детям как-то, да? В общем, это нормально. Понятно. А Фростина на хозяйстве сегодня? Да, да. Фростина на хозяйстве. Ну как у нее дела? Нормально получается. Нормально? 4х8 36 тысяч. То есть вам должно хватать... 32 плюс папина 8 тысяч. Просто мама по 9 посчитала. Сейчас же по 9. Я по 9 посчитала. Еще у кого есть... Мы знаем, о чем молиться, кому нужна помощь. Вот в этом наше, так сказать, и... Можно еще и скажу. Радость, что мы имеем такое общение, что мы помогаем друг другу, что заботимся друг о друге, да? Еще один момент. И на фото, что папа на почте получает за маленьких, за Нестора и за... Мы с ней вместе пошли... Вы это видите, эти деньги, или тоже все упал? Мы с ней вместе пошли, я забрала все. Ну, помню, я вам... Хорошо. Плава Богу, тогда вы голодные уже не останетесь. Плава Богу. А Сергею из Бароны-то ничего не договорили? Не спрашивали. Болеет. Ну, молеет у него по-прежнему все. Так что молейтесь, несите на крыльях молитвы. И брата Сергия, и его мама, и яма... Парализованный. Парализованный. Вот. Ну и о Валерии, там за рубежом, помните, да? Муж Натальи, приходь как? Как он не был? Пока неизвестно как. Есть ли какие-то... Никаких сдвигов в лучшую сторону как бы нету. Ему сделали химиотерапию. Сколько? Один курс? Один курс, да. Перенес нормально? Ну, как нормально, перенес, как, знаете, как наша Настя. Отменили следующий курс. Отменили? Да. И теперь вот на волю Божью. Поэтому молитесь, как Богу будет угодно. Помоги Господи. Нормально? Да. Братья и сестры, у меня позьба к Вам такая. У меня мама тоже, у нее рак нашли. Большая опухоль, там чуть низ кулак. В детский. В крышке, да, будут удалять. Она неверующая, она считает себя, она такая, знаете, патриотка, активистка. Человек очень хороший, как мирской, душевный человек. Он всем готов помочь, всем бабушкам на даче, всем соседкам, всем подружкам. Вот такие у них, как в советское время. То есть, как это, как это я молиться, мне Бог даст мне. Я сама все добиваюсь, все сама. Она не может слышать, что вот Бог ей обратил, не дал им мирить. Имя, с покаяния. Татьяна. А так вот, если по месту брать, ну, лучше не найдешь вообще. И мне она очень хорошо помогает. Она сильнее меня здесь до сих пор. Такая беда случилась. Да, новое обращение, рабы Татьяны. Помоги, Господи, приведи познание. Тут мне напоминают, что вот при крещении, уже собирали деньги на крещение, но у кого есть расположение, кто еще не участвовал, можете обратиться у Татьяны. Она собирает. На крещение Мирона. Мирона крещение, да, крещение, Мирона крещение, 27-го. А мы все сказали. Роман произошло. Мама передает всем поклон. Спасибо, Господи. У них там архиерея приезжала, она такая радостная. Их митрополит приезжал к ним там служить. У них там храм такой, ну, новенький построили. Хорошо, передам. Там у них газовое обеспечение. Ну, так сделано, конечно, все очень цивильно. И в довольно большой такой храм. Ну, ходит, конечно, было шесть человек, сейчас трое там умирают. Бабушки. Хороший храм. Храм хороший. Приедет к вам-то в эту зиму, нет она? Как мне удалось? Не знаю. Можно постоянно по больницам у них и с сердца, и с этой онкологией, короче. Нет, я тоже на окно. Постоянно в поликлиниках. Еще у кого есть слово, просьба, пожелание, благодарение? Ну, еще новость. Сергей Игнатов с Украины, с Углидара, сейчас в Потеряевке. Вот. Ну, на сколько он приехал, я не знаю. В среду он с батюшкой выезжает. Да, в среду с батюшкой выезжает. Меня Тихонич вчера просил меня принять его. Он, ну, пока на сутки я согласился. В общем, Моритин за путешествие со среды. С батюшкой приедет и поедет обратно на Украину. И Виталий Калиников, который жил в Потеряевке, он сейчас уехал в Омск. Все благополучно у него. Он сюда ехал нормально? Да, он сам до Сомска. Все, слава Богу. Аллилуйя. Болимся. Достойно есть всякого истинут. Блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Безыстрения Бога, Слава Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, От внутренних распред беззакония, Которое втайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественную любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, Пусть покаются в небрежении Своем И проповедуют смелое и инославное об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией За то, что оставили Тебя и Слово Твое, Изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, Что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас Не признавать никаких иных богов вопия, Ава Отче. Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебя хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Иснопение. А, и еще. Путешествующий Виктор Савченко. Он в гостях в Германии с всей семьей Валентины Сортисон. Молитесь. Он нашел работу или нет? Не знаю. Он поехал, если нашел работу. Да. Быстрее задавай еще вопросы. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...